Я учусь в 7 классе. С 1 класса училась в Московской области в селе Каринском до 7 класса. В этом году, 21 августа, мы приехали в город Тбилиси. Нам тут очень нравится, тут очень красиво, но очень скучаем по Москве. Здесь мы учимся в 7 классе в школе номер 72 имени Пушкина города Тбилиси. Меня зовут Зайя Сайдер. Я учусь в 7 классе в городе Тбилиси, школа номер 72. Я люблю петь, играть на музыке. У меня есть гитара. Я хотела бы записаться на этот кружок, но сейчас не могу. Еще занимаемся танцами современными. Я делаю эти изделия для себя и для своих родителей. Дарю ее. Мне очень нравится, вязать это очень интересно. И бисером тоже. Делаю всякие колье, браслеты, кольца. Мы их не продаем, так как делаем их только для себя и для своих близких. Мы считаем, что то, что мы делаем себе, мы ни в коем случае нельзя продавать. Каждый человек должен уметь что-то сам. А в 2 классе после урока входили на группу продленного дня. И учительница, пасова Татьяна Викторовна, научила нас вышивать. Я получала в Москве во втором похвальные листы за отличные успехи в учении. За второй, за третий, за четвертые классы. Она как училась отлично. Училась я и моя сестра только. Другие не учились хорошо. Эту грамоту я получила по конкурсу рисунков. Служу Отечеству. Мы рисовали там рисунок. И заняли второе место. Это был сертификат по конкурсу русского языка. Это сертификат по конкурсу по математике. Это за отличные успехи в четвертом классе, а это за отличные успехи в третьем классе. Я получала почетную грамоту в пятом классе за первое место в конкурсе чечецов. Я рассказала стих Пушкина «Лучше всех» и выиграла первое место среди нашей школы. Еще я заняла в шестом классе тоже первое место в этом же конкурсе чечецов. Это моя первая вышивка. Когда я научилась учить, я начала с нее. Первый наш работа – это был вот этот олененок, сестры моей, и вот этот мой долбатинец. Вот это изделие сарафан я для конкурса. Но я научилась в этом уроке труда. Вязала крючком. Я ходила по подиуму в этом сарафане. Этот жилет тоже научила учительница спинцами. А я связала это для сестры в подарок. Мы очень много раз ведущие на концертах бываем, в Москве были. Но сейчас такого тут нету. Я не знаю, как будет возможность. Если получится все, то хотела бы связать свою жизнь с чем-нибудь из этих трех профессий. Эти три сарфетки я делала на станке. Вязала на станке. Подарок маме. И помогала сестра. Это научила учительница тоже на культ пройденного дня. Подарок маме 8 марта, день рождения, на разные праздники. Мне очень нравится английский язык, греческий язык. И я вообще очень люблю изучать языки. Мы изучаем в школе три языка. Английский, немецкий и греческий. Мне очень нравятся эти три предмета. И еще я очень люблю историю. И, конечно же, русский язык. Я люблю очень искусство. Музыка, музыку. Ну, и нравится русский, литература. Они мне сшили машинку. Нравится тебе? Да, нравится. Мы с сестрой очень хотели бы, это наша самая большая мечта, обучаться за границей в Англии или в Америке, так как там очень хорошее и высшее учебное заведение, самое лучшее в мире. Очень хочется еще нам вдвоем путешествовать по Европе и по миру. Очень хочется увидеть много. Мы изучаем много языков и хотим, чтобы нам жизнь в дальнейшем пригодилась. Приехали в 2003 году, потому что там жить было лучше. И школа была там. Учеба была нормальная, там была возможность нормальная. А почему вы решили перейти обратно в Тбилиси? Потому что мы родились здесь, в Грузии. Мы хотели, наши дети знали грузинский язык. Они хотели здесь тоже смотреть и жить здесь. Моя желание, я хотела бы, конечно, один был врачом, другой был по русскому языку учительница. Ну, они что хотят, их желание мы стараемся делать. Накопилось очень много работ, но мы решили показать лишь некоторые из них. Вот, например, браслет Фенечка с именем и цветочек тут. Делается он на этом специальном станке, в котором наматываются нитки, а потом прицепляем ниточку тоненькую и начинаем делать. И вот он получается такая красивая работа. Можно сделать соку большую, с именем, с львым узором. Можно такой маленький сделать. Это корешку, сделанную просто на нитках из бисера. Она одевается вот так. Обычно одеваешь или завязываешь, как хочешь. Девочки очень способные. Они прекрасно занимаются исполнительные, выполняют все свои поручения, которые получают в школе. Очень старательные. И вот, судя по тому, какие работы их я видела, видимо, у них все же есть и художественный дар. Вот девочки принесли свои работы, показывали в классе. Очень многие ученики загорели желанием сделать такие же работы. И я вижу, что стали стараться, потянулись и подражают девочкам тоже. Ну, посмотрите, какое чудо. Талантливый, безусловно, ребенок. Это самая работа. Или, скажем, вот она сделала для девичьих браслет. Очень оригинальный и плетенный. Я сама из Питера. Из Санкт-Петербурга. Вот эти дети у нас недавно, обе девочки недавно. Девочки скромные. Девочки очень усидчивые в работе. Девочки... Это, кстати, немаловажно, усидчивость в работе. И несмотря на то, что им сейчас немножко трудно приходится, мы работаем по учебнику, который написан на грузинском языке, они даже в этом проявляют интерес. Понимаете? Вот с этого начинается одаренность. С потребности узнать что-то. А в итоге это выливается в их творческих работах. Если я успею, если я поживу, хочу, чтобы очень сильно учились. И чтобы хорошие образования у них было. Ла-ла-ла-ла... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok